Я вспоминаю историю о двух мужчинах. Они жили в Чикаго, оба построили успешную карьеру, оба примерно с одинаковым бэкграундом, образованные. Много лет они работали в корпорациях и были среди множества людей, которые потеряли работу. Двое мужчин были хорошими друзьями. Оба искали работу несколько недель. Оба сталкивались с отвержением и разочарованием вновь и вновь. И не могли ничего найти для себя. История, как у тысяч других людей в этой стране. Один остановился. Он потерял веру, перестал ходить на собеседования. Он остался дома, смотрел телевизор, начал спорить и ругаться с женой, пить пиво, общаться со своими другими безработными друзьями по телефону. В итоге он просто сдался. Другой не переставал искать работу, где бы он ни был. Постоянно спрашивал людей, налаживал связи, ежедневно просматривал газету, ходил куда угодно. У вас слишком много образования, излишек компетенции, вы здесь не задержитесь. Но он продолжал. Он пошел в одну компанию и сказал людям, «Если вы не можете нанять меня, хотя я знаю, что можете, учитывая мои способности, навыки и таланты, я не хочу сидеть дома и ничего не делать. Просто позвольте мне хотя бы волонтерствовать. Не давайте ничего взамен. Я хочу работать, хочу быть занятым». Ему ответили, «Ну хорошо, вы сами попросили. Не ожидайте от нас ничего». И этот мужчина каждый день приходил на работу самой первой и уходил самой последней. Месяц спустя один из топ-менеджеров уволился, и ему стали искать замену. Угадайте, кого выбрали? Того мужчину, того, кто жертвовал своим временем. Он занял освободившуюся должность. В чем разница между двумя мужчинами? Видение и осознание. Видение – это просто осуждение на основе того, что вы видите, на основе внешнего вида. Но осознание – это интерпретация того, что вы видели.